Девятнадцать часов пять минут в столице. У нас сегодня опять вылетело из головы какое-то число. Пятнадцатое число, понедельник. По традиции в понедельник последний час у нас отдан под автомобильную тематику. И вот врывается в студию Леонид Голованов, который приехал сегодня на своем ЭВА. Увидел я его наконец-то. Всем привет. Привет. И этот час также по традиции у нас и называется особо. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. 5533 в начале слова «Маяк» и 728-7171. Код Москвы495. Вот контакт для того, чтобы задать Леониду свои вопросы. Да? Поехали? Сразу начнем? Или немножко по поводу аварии будем говорить? Или в принципе все понятно? Ох, ребята. Понятно же все. Да? Конечно, да. Здесь мне уже звонили за комментариями, спрашивали, а скажите, какие краш-тесты проходят автобусы и так далее. Но против лома нет приема. Если КАМАЗ с его колоссальной массой врезается в автобус, тут никакие, конечно, краш-тесты не помогут. Ну тут еще можно пообсуждать по поводу организации дорожного движения, по поводу светофоров. Да, абсолютно точно. А вот говорят, что сейчас будут... Воробьев сказал, Андрей Воробьев, это исполняющий обязанности губернатора Подмосковья, сказал, что мы сейчас проинспектируем все опасные перекрестки, поставим там светофоры. А я подумал, что ведь в Европе-то в основном круговое движение, а не светофоры. Да, конечно. А это, наверное, сделано для того, чтобы сделать трафик быстрее. Это безопаснее. И безопаснее, и быстрее. Да. Тут есть одна такая штука. Круговое движение выигрывает, оно более эффективно, когда поток не очень сильный. Когда высокий поток, круговое движение запирается. Поэтому... То есть у нас все-таки светофоры наш выход. Черт ее знает. В зависимости от. Да. Да, есть же какие-то более нагруженные, менее нагруженные дороги. Вот в этом случае я вот просто был на даче без доступа к интернету. Я еще не анализировал саму аварию. Я не очень сейчас себе представляю, как именно она произошла. Я это сделаю, и мы к этому вернемся, поговорим, конечно. Договорились. Договорились тогда непосредственно к вашим вопросам. Добрый вечер, парни. Прошу помощи. Сейчас есть Audi Q5, 2 литра бензин. Все чаще и пристальнее смотрю на новую BMW пятерку пятой серии. Либо дизель 525, либо бензин 528, чтобы налог до 250 лошадиных сил. Все с полным приводом. Что скажете, Леонид? Не разочаруюсь в современном качестве BMW. Спасибо, Макс. А их уже у нас собирают? Или нет? Эти пятерки, да, дособирают в Калининграде, в зависимости от комплектации. Вот эти, названные в нашей калининградской сборке. Это вопрос, разочаруется он или нет в качестве, потому что проблемы есть. Проблемы есть у пятерки BMW? Да, конечно. Ну-ка. Вообще-то проблемы есть и у X5, и у X6 с моторами V8 Biturbo. А как же? А в чем там проблема? А там, ну, например, очень много. Дело в том, что мы, по-моему, рассказывали уже об этом, что у современных бензиновых двигателей BMW очень высокая температура термостатирования, так называемая. Они очень горячие. А для маленьких девочек что это такое? Ну, мотор очень горячий сам по себе. Это помогает снижать расход топлива, но в экстремальных условиях наших пробок, когда ты едешь, да, даже и зимний, в общем, там под капотом, там абсолютно, да, вот, масло просто жарится. И люди сталкиваются с тем, что через 50 тысяч километров новая машина, а мотор просто банально стуканул, вышел из строя. А это меняется по гарантии или нет? Или это не гарантийный случай? Если, ну, во-первых, начинается там бодание, потому что, естественно, инженеры по гарантии хотят это все дело, значит, списать на владельца. Да. Вот. Если машина гарантийная, то есть шанс, но это очень сложно. Просто вот именно в России, к сожалению, помните, мы рассказывали там про проблемы с ЭБС и так далее, да? Вот у нас, наша страна такой вот, я всегда говорю, что это лучший полигон. И у нас и проблемы с подвеской очень часто ярчайшим образом вылезают, которых на других рынках нет. Ну, потому что нет таких покрытий дорожных. Да, и то же самое, потому что там везде в Европе, ну, нет таких пробок. Да, все спокойненько там едут. Аккуратненько, да. Конечно, экономят топливо, все счастливы, да, а у нас бац, там, и вот такие вот вещи. То есть, уважаемый Максим, как... В общем, вот возвращаясь к этому вопросу, я бы предпочел все-таки дизельную. Дизельный попрохладней? Он, во-первых, он попрохладней, он совершенно по-другому работает. А во-вторых, современные дизели, в частности, BMW-шные, да, совершенно потрясающие. И тут ты и экономишь топливо, и во многом избегаешь тех проблем, которые часто преследуют бензиновые моторы. Вот сейчас вот эта вот 528-я, это новая четверка с турбонаддувом, новый двигатель, который заменил прежние рядные шестерки. Едет он очень хорошо, вот, он прямо, он развивает там 280 в лишнем силу, прям как мой Evolution, да, так такое. Но насчет надежности, ну, посмотрим, да, что называется, будем посмотреть. С дизелями как-то уже понятно, что вот эти дизели менее проблемные. В общем, Макс, если не хотите проблем, то дизель 525-й. Алло. 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 Здравствуйте, как вас зовут, откуда я? Здравствуйте, Константин, 30 лет, Москва. Смотрите, какая штука, да. Я, собственно, у меня Honda CR-V 99-го года, я потихоньку смотрю, на что менять. И вот возникла креативная идея. А не поменять ли ее на старенькую Honda Element? Скажите. На Element? Да. Хорошая машина. Вот у меня, мы тут вновь, значит, долгое время не общались, нашли друг друга с одногруппником. У него аж две в семье, два Element. Вот, совершенно счастлив. Главное, не нужно воспринимать эту машину как внедорожник, потому что, конечно, внедорожные ее качества никакие. Но эта машинка достаточно надежная, она интересная с этими задними там полудверцами, она просторная. И если не гонять, да, вполне хороший вариант. Понятно? Понятно. Здравствуйте, такой вопрос. Я заказал машину, вот удивительный, кстати, случай, я заказал машину без сигнализации и магнитола. А когда получил машину, дилер сказал, что все равно ставить их надо, будет у них в салоне, иначе потеряю гарантию. Правда? Вот разводил его-то, а. Вот молодцы. Я готов со страховкой согласиться, но уж гарантия-то. Нет, а страховка тоже. Ну, какая развода. Нет, ну, страховку без сигнализации, я согласен, там они могут. Ну, стоит дороже, как бы, но это же моя проблема. Нет, нет, это обычный разводил его, как говорили у нас в 90-е. А что за салон напишите, интересно? Да. Ну, на самом деле, не с чем числа, потому что они же, они пытаются зарабатывать именно вот на таких вот... На допах каких-то? Да, 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 конечно. А поставить же нечто в салоне, что не было заказано в изначальной комплектации, это же там в разы, в разы, в разы дороже. Да, есть, на самом деле, такая тема, как, якобы, ты когда ставишь сигнализацию в неавторизованном каком-то, значит, сервисе, то ты внедряешься в... Электронику? Да, в электросистему автомобиля, и якобы ты теряешь гарантию. На самом деле, доказать, как дважды два, да, что когда у тебя наступает гарантийный случай, что это никак не связано, совершенно элементарно, и любой юрист за это возьмется. Вот, ну, не говоря даже до юриста, мне кажется. А вообще, вот все эти истории, что там колодки поменять можно не в лицензионном сервисе, и слет гарантии. Вот тут бабушка надвое сказала, потому что на самом деле есть же контрафактные детали, понимаете? Есть, есть. И запороть некачественными колодками диски можно, и попасть в аварию можно, да, может, там, возможно, отслоение, я не знаю, там, да, отслоение материала накладки, вот, металлическая основа, пожалуйста. Может быть такое, да. То есть, в принципе, чисто теоретически, это может стать причиной отказа в гарантии, в гарантийном обслуживании. Да, это правда. Вот это законодательство у нас. Я просто помню, у меня была когда четверка, а вот у меня замена колодок стоила 25 тысяч рублей. Я взял этот артикул, купил себе за 5 тысяч рублей, и все, и все, и все. Еще пятерку стоило поменять. Ну, там 4 тысячи, там, а то и меньше. Вот, там по тысяче на колесо. В общем, да, друзья мои, кто кого обманет, вот такая у нас страна. Так, алло. 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 Здравствуйте. Леонид, добрый вечер. Здрасте. Как вас зовут? Владислав, Оренбургская область, 38 лет. У меня коротенько два вопроса. Вот я, насколько знаю, в вашем эволюшене залито масло к сенам. Вот хотелось бы отзывы о нем, стоит ли лить гражданскую машину. Вы совершенно не представили компании Xenum, которая позвонила с таким нехитрым промоушеном. И второй вопрос у меня к вам будет. Это хочется очень сильно автомобиль Jaguar XJ 2002 года. Вот для гражданской эксплуатации ежедневный подойдет ли такой автомобиль? Ой, ну, что я могу сказать? Вот насчет XJ, да, ну, крепитесь. То есть я понимаю, что хочется, да? Ну, нельзя. Ну, как нельзя? Ну, можно, конечно, но это вот из разряда... Конечно, сейчас ситуация намного лучше, чем была, например, в 70-е. Те XJ, которые были в 70-е выпущены, 80-е превращались просто в полную рухлядь. Я помню, когда я первый раз в 90-х, в начале 90-х оказался, значит, я поехал за машиной в Голландию. И обалдел от того, что я со своими там, у меня было 4 тысячи долларов, я мог купить XJ. Но я посмотрел эти XJ, там просто живого места не было. И было видно по глазам голландцев, которые, что они мечтают тебе ее продать. Да. Только забери, пожалуйста. Это был, конечно, просто кошмар. Сейчас ситуация гораздо лучше, но все равно покупка старого Ягуара, XJ... А XJ еще дорестайлинговые вот эти вот истории, сейчас вот человек про какие спрашивает. Нет, конечно, он говорил еще про те классические машины с классическим дизайном. Они очень красивые. Ну да. Они, в принципе, они неплохо едут, но, естественно, они будут ломаться. И тут для ежедневной езды... Я знаю людей, которые до сих пор держат эти машины, наездили больше там 100 тысяч километров и, в принципе, не жалуются. Но, опять-таки, да, с британской машиной ты же никогда не знаешь. Тем более, если ты покупаешь какую-то бэушную машину, как ее обслуживали, кто на ней ездил и так далее. То есть лотерея с очень маленьким шансом на выигрыш достойный. Ну да. Вряд ли это были лорды. Я бы сильно подумал. Я бы сильно подумал. И второй вопрос. А про ксенум, да. Это масло, которое мне, значит, это делает очень маленькая бельгийская компания. Фактически, это даже не перепаковщик. Это человек, Питер Тоссин его зовут, который решил основать свой бизнес. И он берет очень много хороших... Ведь любое масло, оно как автомобиль делается из комплектующих. Там ты берешь основу, берешь присадки, смешиваешь все это дело и продаешь. Так вот он берет очень дорогую основу, очень дорогие присадки, вбабахивает туда еще специальные модификаторы трения и так далее. Вот то масло, на котором я езжу, оно белое, оно как сгущенка. Потому что там диоксид титана и так далее, там какие-то, значит, дополнительные эти самые... Я очень скептически ко всему этому отношусь, но меня уговорили люди, которым я доверяю, уговорили попробовать. Я попробовал, я чувствую разницу действительно по звуку мотора, по приемистости, даже по расходу топлива. Я чувствую разницу. Но оно дороже, чем масло. Оно очень дорогое, вот то, которое я там, топовое для турбомоторов, оно дороже тысячи рублей за литр стоит. Ну это реально дорого, да? К тому же там, в общем, ну его надо менять по-хорошему, там, семь с половиной тысяч, все, поменять. Вот, лить ли его, вот в такие машины, как Эвик мой, да, высокофорсированные, высоконагруженные моторы, Я считаю, что тут, ну к тому же там, оправданно, да. Лить ли его в обычные машины, это вопрос. У меня сейчас несколько друзей, я на них произвожу эксперимент. Через какое-то время посмотрим. Все понятно. Здравствуйте, Леонид, подскажите, пожалуйста, рассматриваю Volvo S40 2006-2008 годов, Audi A4 тех же годов, Honda Civic, седан 2006-2008, в пределах 500 тысяч рублей. Город за город, что лучше? Может, что-то другое посоветуйте? Спасибо, Тимур Казань. Ну, в принципе, и Volvo неплоха, вот. Вот тут сложно, на самом деле, все машины с какими-то своими, там, ну, по Civic, наверное, меньше всего проблем, если говорить по технике, по надежности, но, в принципе, все машины нормальные. Дождите, стоп, у меня сейчас какой-то небольшой разрыв шаблонов. А у нас в конкурсе участвуют Audi A4, Volvo S40, Audi A4, Honda Civic. Самая старенькая предполагается купить Audi. Да, естественно, потому что она классом выше. И ты сейчас говоришь, что вот это вот надежное, значит, немецкое качество и... Ну, как надежное, там проблема-то есть. Они наименее надежны, чем вот Honda Civic? Конечно. А подожди, а почему до сих пор не развенчан миф, и почему не упали стоимости на все эти... А почему? Во-первых, миф развенчан давно, да, потому что с немецкими машинами проблем достаточно. Да, с японскими машинами все-таки проблем меньше. И как раз, ну, вот миф о японском качестве иногда начинает как-то, да, там, блекнуть. Но, тем не менее, японские автомобили, тем более, там, японской или даже английской сборки, все-таки, все-таки, да. Вот. Так, то есть, Honda Civic, по крайней мере, с точки зрения технического, какого-то состояния, оно, скорее всего, будет вызывать меньшее количество вопросов. Да, чем, например, Audi. Но здесь все будет зависеть от конкретной машины, конечно. Как ее, что это за автомобиль, как его обслуживали и так далее, конечно. Вот. Совет, я не знаю, я бы, тут опять сложно давать такой совет, да, потому что, в принципе, и я знаю случаи, когда на сороковочках, на вольвах, да, потому что это же, в принципе, Golf, простите, Focus, да, это Focus платформа, и, в принципе, достаточно она, там, надежная, да. Люди ездят, ну, там, минимум какие-то проблемы с электрикой у них бывают, но все неплохо. Вот. Надо смотреть. В общем, вся поддержанная автотехника, надо смотреть. Мнение Леонида Голованова вот такое, надеюсь, вы услышали. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Александр, 31 год. Здравствуйте. Собственно, какой вопрос. Я и с немцами уже сталкивался, и с японцами. С немцами у меня, когда-то, по сад был, из-за японцев у меня был аккорд. Хуже немцев, однозначно, но с аккордом там тоже, там детальки какие-то безумно денег стоят. Да, да. Сейчас взял себе попробовать поэкспериментировать с точки зрения претельной стоимости владения на себе Солярис. Еле полтора года, максимальная комплектация. Вот, планирую его, там, с минимальным дисконтом продать в течение следующего полугода, там. И вложил сейчас в него только ТО, там, 4500 рублей. 1,6, да? 1,6 едет, отлично, пролетит. Сейчас, собственно, в чем вопрос-то? Семья у меня сейчас увеличилась. Солярис мы сейчас уже с трудом лазим. Я по мониториалу рынка, в принципе, в автобизнесе работаю, более-менее в ценах ориентируюсь. Я посмотрел, что в более-менее неплохой комплектации универсал, сейчас только универсал рассматриваю, стоит порядка 900 тысяч. Если чуть-чуть поддобавить, то можно взять тот же самый универсал, только уже в Сузуки, например, Гранд Витара. Я просто тут недавно видел в интернете видео, как это ерунда прет. Я просто влюбился. Что вы можете сказать про двухлитровую на автомате? Комплектация не имеет значения. Как она себя вести будет лет через пять эксплуатации? Потому что хотелось бы ее тоже продать, минимальный дисконт. Она потихонечку будет досаждать, но по минимуму мелочам. Просто по мелочам. Если взять по надежности, то RAV4 все-таки получше, но и с Гранд Витарой особых проблем нет. Я просто играю в то же самое RAV4, просто под окном страшно оставить. Я же там... Это раз. Каждую вторую угоняли не раз. Это раз. И как вы справедливо заметили, все-таки Гранд Витара это единственный паркетник с понижающей передачей. И действительно, если нужно преодолеть бездорожье, то да. То он превращается в небольшой джип. Да. Так, продолжаем. Расскажите о Ford Maverick Escape. Вот, кстати, недооцененные машинки. Причем, как мне кажется, покупать их новыми было как-то так немножко безрассудно. А покупать их поддержанными вполне. Это простые машинки. Это же Mazda Tribute. Маздовская платформа. Такие типичные американские, недорогие машины, простенькие, вполне надежные, с хорошими шинами. Я помню, я последний раз ездил на Maverick'е зимой на хороших на Haccapelite. Тогда, это было несколько лет тому назад, не помню, какая тогда была Haccapelite. Совершенно прекрасно я ехал и понимал, что не нужна никакая система стабилизации, ничего. Нормальный автомобиль, прекрасно, да. Делают в Америке. Их собирали, да. Но если в Америке, то да. Друзья, запомните этот момент. Это тот редкий случай, когда Леонид с уважением отзывается об американцах, собранных в Америке. Это дорогого стоит обратить внимание. Потому что японцы, потому что японцы приложили руку. Алло. Алло, здрасте. Здрасте. Андрей меня зовут, в Москве нахожусь. Есть такой вопрос. Есть такой автомобиль, Volvo V40 Grand Cruze. Да, есть такой. Если я не ошибаюсь. Кросс-кантри. Да, кросс-кантри, да. Я все перепутал, как всегда. Значит, вы не в Москве. Может, вы не из Москвы, правда, звоните? Нет, я в Москве, но хотелось бы об этом автомобиле что-нибудь услышать от вас. А что вы хотите услышать? Зачем эта машина вам? Какую информацию хотите услышать? Зачем эта машина мне? Не знаю, понравилось. Вы покупать ее собираетесь? Вы понимаете, да, что это? Я собираюсь ее покупать, и ценовая цена, скажем так, этого автомобиля, много конкурентов есть. Да, да. Вы передний привод планируете или полный? Полный. Полный, да? То есть дорогую машину? Да. Ну, смотрите. Ну, она получится миллион четыреста, если я не ошибаюсь. Я думаю, что даже подороже она вам обойдется с полным приводом. Под дороже. Смотрите, это небольшой компактный хэтчбек, он совсем не семейный, потому что сзади там тесно, багажничек там маленький. Это эволюция той же фокусовской платформы, но это машина, которая, как мне кажется, стоит своих денег. Потому что она, почему она называется кросс-кантри? Потому что всего лишь там, это не нужно воспринимать ее как внедорожник, ни в коем случае даже как кроссовер. Там просто нормальный дорожный просвет. Если мы говорим о дорожном просвете. Вот. Он составляет там около 15 сантиметров, в принципе, ничего особенного. Но подвеска очень хорошо рассчитана на наши дороги. И управляя этой машиной, ты, в принципе, чувствуешь, что вот у тебя премиум, что жизнь удалась. Она очень хорошо себя ведет. Там хороший мотор, прекрасно настроенный автомат, отличное шасси. Там даже есть спортивный режим, система стабилизации, когда ты его отключаешь. И он тебе много позволяет. Там можно зимой там как-то что-то такое изобразить. Салон сделан хорошо. То есть если у вас хватает на нее денег, вполне рекомендации собаководов. Вот так вот. Две похожие смски. Первая. Kia Sportage или новый Toyota Venza двухлетняя. И вторая. Ну, помогите, пожалуйста, уже выбрать Kia Sorento или Toyota Venza. Вот третья машина. Можем сравнивать? Можем, потому что Venza, они просят называть ее Venza. Venza? Venza, да. Venza, как бы, она более пафосная. Там такие сиденья пышные, как-то все там такое. Подожди, а это что такое? Что-то кроссоверобразное? Это нечто среднее, да. Да-да-да, это кроссовер. Но Venza, интересно, она размером с Toyota Highlander даже чуть длиннее. Но при этом меньше пространства в салоне и в багажнике. Как они умудряются делать внешне большой и абсолютно маленькой внутренней. Да-да-да, причем очень близкие ценовые категории. Но вот именно они стараются попасть, окучить всех, попасть во все микрониши этого кроссоверного сегмента. И Venza для тех, кто хочет иметь большую машину и кому не столь важно пространство в салоне, удобство погрузки. Просто большую машину как факт. Да, и так далее. А Sorento в этом отношении более универсален, более утилитарен. Он может быть, ну не может быть, а точно, он попроще по салону, по отделке и так далее. Хотя Toyota тоже, в общем, это же не премиум, премиум. Я думаю, что, как ни странно, здесь мои симпатии были бы на стороне Kia. А вот тут есть два варианта. Один просто сравнить с Venza. Да. А кто-то со Sportage. Да. А вот Sportage это поменьше. Это машина. Странно, что человек... Ну, понятно, почему он сравнивает. Потому что этот человек, который выбирает Sportage или поддержанная Venza, то есть уже он готов. Но мне кажется, что Venza хорошая. Venza хорошая. Но когда у вас есть выбор покупать новую машину или поддержанную, вот здесь, мне кажется, нужно четко понять, чего вы хотите от этой машины. От чего вы будете тащиться. Да. Вот вы представьте себя, закажите тест-драйв, идите к дилеру, прокатитесь на Sportage. Это неплохая машина. Ну да, мы знаем, что ее любишь. По отношению цены, качества, опции и так далее, да, там один из лидеров сегмента. Вот. И посидите в той Venza, позвоните по объявлению по автору, придите, поймите. Потому что здесь нельзя сказать, что оба варианта нормальные, но тут нужно понять, что вам больше пафоса или больше утилитарности. Такая достаточно популярная пара для сравнения, потому что вот я еще вижу СМС-ку про Sorento и Venza. Ну, в общем, ответили на большое количество вопросов. Успеем? Нет, не успеем. Друзья, 5533, в начале слово «Маяк», 728-7171 год, Москвы-495, Леонид Голованов отвечает на ваши вопросы. Дорожный просвет с Леонидом Головановым. Дорожный просвет. 19 часов 35 минут, Леонид Голованов у нас в гостях. Дорожный просвет, профилактика, 5533, в начале «Маяк» и 728-7171 год, Москвы-495. — СМС-ок много, да. — СМС-ок много. — А клиренс? Человек спрашивает. А что клиренс? Клиренс — это дорожный просвет, но не по-нашему, а по-нашему-то, да? — Да, да. — Именно, да? — Если бы мы выходили на BBC Radio 1, то... — Ground Clearance. — Да, называлось бы Ground Clearance. — Добрый вечер, Леонид. Что можете рассказать про Jeep Compass в новом кузове? 2.0 — полный привод. Слишком разношерстные мнения, слышу об этой машине. Хотелось бы услышать ваше. Спасибо. — Да, да, я бы не стал, честно говоря, да, потому что машина эта всё-таки... Она неплохая, но когда мы её сравнивали, вот мы в тревью сравнивали её с одноклассниками, она уступала, в общем-то, всем. И, честно говоря, я не вижу поводов... Это платформа Mitsubishi, сотрудничество Chrysler и Mitsubishi давно прекращено, вот. Ну, это такой след. Я, честно говоря, не вижу смысла покупать. Нет, нет. — Не берите. Вот нашу... — Да, а вот заказал Mazda CX-9. Мучают сомнения, правильно ли сделал выбор. Или расслабиться и получать удовольствие от машины. Евгений, город Ижевск. Пожалуйста, расслабьтесь и получайте удовольствие. Машина хорошая. — Давайте возьмём телефон, а потом такой вопрос общий из правоприменительной практики будет. Алло. — Алло. — Алло, добрый вечер. — Здрасте. — Александр, Подмосковье. — Очень приятно. Прошу тебя. — У меня такой вопросик охоты-рыбалка. Киев Спортаж в первом кузове 2005-2006 года. — Угу, угу. Ну, а какую-то альтернативу-то рассматриваете? — Да как-то смотрел, конечно, да. Мне пикапы очень сильно нравятся. Ну, просто по деньгам разница огромная. — То есть тысяч в четыреста, да, хотите уложиться? — Ну, Спортаж, он получается вот 300-350. — Угу, угу. — Ну, там... — Вот, а там разговор уже за 600, конечно. — Угу, угу. Там проблемы-то есть, вы знаете, да? Там и с трансмиссией проблемы, то есть... — Есть чуть-чуть, да. — Да, он не самый надёжный автомобиль, как бы, да? — Ага, ага. — Вот. — Ну, с другой стороны, конечно, за такие деньги найти-то внедорожничек сложно. — Так вот, о чём разговор? — Это правда. — Это правда, да. — У меня есть пунктик, чтобы была рама. — А вот зачем она вам? Вот правда, вот между нами девочками. Вот мне кажется, что это во многом... — Я тогда, наверное, и не отвечу. — Это во многом, понимаете, инерция нашего мышления. Потому что, когда дело дойдёт до реального бездорожья, гораздо большее влияние окажут шины. Правильные шины. Нежели чем там, да, и, так сказать, ну, и просто там запас тяги банальных. И нормальный автомат, кстати. Как ни странно. Они даже очень часто... Там механика позволяет в раскачку выбираться, а автомат позволяет не забираться в ту ситуацию, когда вам понадобится раскачка. Так что я бы не зацикливался бы на раме, которая очень сильно вас ограничивает вот в этих вот, да, в рамках. — Выбор сужает очень-очень сильно. — Ну, в общем, да. — В общем, да. — В общем, отказывайтесь от рамы, как-то переборите в себе. И вот тут вопрос, смотри. Я сейчас прочитаю, Лёня. Если ты не знаешь, то мне кажется, это из твоих. Леонид. Сейчас в некоторых автомобилях Москвы... Просто он уже вторую неделю приходит раз по пять каждую программу. — Леонид, сейчас на некоторых автомобилях Москвы появляются номерные рамки, переворачивающиеся и скрывающие регистрационные номерные знаки. Можно ли это? Законно ли это? Чем в административном кодексе это регулируется? Какой штраф? Прокомментируйте, пожалуйста. Мне кажется, нельзя и регулируется. Нет, значит, это регулируется, но очень интересным образом. Мы уже обсуждали этот вопрос с юристами. Так. Установка самой по себе вот этой рамки, этого механизма, она не подсудна. То есть это вроде как покушение на... Правонарушение какое-то. Да. Но оно не подсудно. А вот если вас поймали с закрытым номерным знаком, то это да. Это там пять тысяч рублей, там какие-то там... А если камера зафиксировала, как у тебя этот момент происходит? Нет, а камера не может это, скорее всего, нет. Тут ты... А что значит, подожди, он в автоматическом режиме закрывает? Нет, нет, ты нажимаешь кнопочку, да, и это все делает... Выехал на выделенку, на полосную линию, закрыл кнопочку. Закрыл, да, шторки. Проехал, открыл шторки. Да. Хорошо, то есть полицейскому придется тебе доказать, там уже, ну, явно в суде, что он видел, что ты явно этим пользовался. Да. Пока таких случаев, вот я ни от гаишников, ни от юристов, я не слышал реальных случаев, чтобы человека за это поймали и осудили. Так что... А как что квалифицируется, если тебя поймали? Это... Слишком хитрый. Нет, 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 нельзя, нельзя закрывать нечитаемые... Нечитаемые реализационные знания, да, да. Это все... А, подожди, там же минимальный штраф. Нет, там не минимальный, нет. Как загрязный номер зимой, нет, не то же самое? Нет, 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 это пять тысяч рублей. Да, и еще, по-моему, штраф стояночкой попахивает. Да, 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 там серьезно. Вон оно как. Ладно. Но это интересный такой юридический кунштюк. Вот все-таки наши люди, да, вот в булочную на такси не ездят. Вот, вот... Кто бы сомневался. Нет, пока не зарегулируют каким-то серьезным штрафом или там перспективами лишения. Я уверен, что это будет пользоваться. А зарегламентируют это, придумывают что-то еще. Не, ну я знаю, на самом деле, противоядие против камер. Мне-то друзья рассказывали. Не надо. По радио нельзя, наверное, да? Во-первых, это нелегально. Начнем с этого. Во-вторых, это некрасиво. Во-вторых, это некрасиво. А во-вторых, если все будут пользоваться этим, это скоро запретят, Илья. Все, нельзя. Фу. Ну вообще, да, транзиты уже запретили сентября. Помогите, Тону, X1 дизель, но какой? 177 лошадей на шестиступенчатом автомате? Или 184 лошади на восьмиступенчатом автомате? Или 204 лошадиных сил? Уж не знаю, на чем это. На шестнадцатиступенчатом автомате. Нет, ну тут чем мощнее, тем лучше. Но я хочу сказать, что даже и базовые X1 дизельные едут прекрасно. Вот, и здесь я бы не очень гнался за восьми ступенями и мощностью, потому что все нормально там, да? Так, расскажи, это мой личный вопрос. Hyundai i40 последний, вот у них седан такой какой-то космический. А как машина вот он? Я внутри ехал, прям вот корейцы, но они не могут с перебором, они пошли в сторону японцев в плане отделки, там внутри как-то все прям совсем космолет-космолет какой-то. И рынок не очень принял вот эту вот всю, да, вот эту вот космолетность. Все-таки Kia выбранный, вот дизайн-стратегия Петром Шрайером гораздо больше оказалась рыночная и успешная. То есть не идет он, ну вот i40. А сколько стоит? Нет, он стоит примерно столько же, сколько и все, и там, скажем, столько же, сколько Toyota Camry, да? Да, но Toyota едет лучше. Ну Toyota Camry сравнивать с Hyundai, мне кажется, еще ровноватый. Ну это ты корейцам расскажи. Ладно. Абсолютно. Присылучая, маленькими дубинками забьют тебя. Нет, это абсолютные одноклассники. Они и рассчитывают отобрать покупателей и у Mondeo, и у Camry, и у Mazda 6 и так далее. И благодаря дизайну они находят любителей, но ездовые качества пока еще... Хромают. Да. Тогда вот другой вопрос. Леонид, можете рассказать о Hyundai Genesis Coupe? Машина редкая, но очень понравилась. А правильно я понимаю, что Genesis пришел на смену Coupe, Coupe и Tiburon? Или они тоже продаются? Нет, вот Tiburon можно рассматривать. Но Tiburon-то был переднеприводный и обычный, и недорогой. Tiburon был сделан, чтобы, я не знаю, там какие-нибудь старшеклассники в Штатах... Моя первая машина. Просто, да, понимаешь, пошли купили. Вот, так там все это дело и было. А Genesis это уже заднеприводная платформа. Это уже продольное расположение славога регата. Это уже претензия реальная на премиум. И в принципе машинка неплохая. Но она едет, бодро едет. Да, у нее есть турбомотор, у нее есть версия с самоблокирующимся задним дифференциалом. Но, конечно же, рассматривать ее как серьезный драйверс-кар рановато. Но, тем не менее, я знаю людей, которые купили, ездят и радуют. Она стоит миллион четыреста, по-моему. Ничего себе. Она достаточно маленькая. Потому что она маленькая, она же не большая. Нет, это не большая. Нет, это большая. Большая? Да, да, да. Может, я не так представляю? Ну, ладно. Конечно, нет, это достаточно большой автомобиль. Подскажите, пожалуйста... Это та же платформа, на которой построена, скажем, Kia Quorris. Большой. Надо еще раз посмотреть. Да, классный в плюс. Я понял, да. Это серьезный. Подскажите, пожалуйста, у меня трое детей и жена. Рассматриваю семиместные внедорожники Ford Explorer Sport или новый Santa Fe. Поможете определиться или подскажите альтернативу, пожалуйста? Ну, вот в Explorer, ну, альтернатива та же Mazda CX-9, например. Альтернатива, кстати, сейчас выходит на рынок Infiniti, который сейчас называется GX. А скоро она будет называться... Сейчас она называется GX-37, а будет называться QX-60, который будет стоить чуть дороже, там, 2 миллиона 300. В общем, есть такие вот машины, да, семиместные, достаточно большие, комфортабельные и по-легковому управляющиеся. Меня в Explorer очень сильно не устраивает система MyFord Touch, которая там, значит, у них ты тычешь пальцем в экран, в самые неожиданные места, значит, да. Он как-то тормозит, и, в общем, не очень MyFord, не очень. Он пока еще не очень Touch. Да, да. Вот, вот Mazda CX-9, например, намного проще. И при этом она получше едет, и там, в чем-то получше по семиместности. Вот, а как ни странно, корейские машины здесь вполне, вполне стоит их рассматривать как полноценную покупку. Раньше, вот еще года 2-3 назад, я бы так поснобискал, ну, ребята, ну, нет. Вот, а сейчас вот новый Санта-Фе вполне. Блин, мы так доживем, ну, что про китайцев придется серьезно говорить. Ну, вот, понимаешь, вот китайцам пока нет. Китайцы сейчас там, где были корейцы, непонятно еще когда. Развиваются быстрее? Нет. Нет? Нет, они уперлись. Потому что в Китае все-таки социализм. Пусть там он с каким-то там лицом, но там социализм. Там к мастерской партии Китая правит, понимаете? И пока, вот, мне кажется, на уровне просто ментальности у них не получается сделать нормальный автомобиль. Вот что они пока не делают, не идут дела. Это вопрос сразу тем, кто спрашивает здесь в СМС-сообщениях про, соответственно, китайские машины, да? Что они вот там, нет ли там подставы, да? Есть. Есть. Это одна сплошная подстава на четырех колесах. Более того. Да. Подскажите новый автомобиль для неспешной езды. Главные критерии надежности и комфорт. Бюджет 700-750 тысяч рублей. Челябинск, Лисей, 24 года. О, ну, тут тоже человек, да, какой, да, что там для неспешной езды подходит. Он хочет автомат или он хочет механику. Потому что, пожалуйста, прекрасное есть. В 700 тысяч можно уложиться за Стрэн Ц4, седан. Или Пежо 408, большая машина, да? Но ее нужно покупать там только с механикой. Алексей. Да. Ну, наверное, механику вообще нет смысла рассматривать. Ну, это уж прям совсем пережиток. Вот я бы не стал, да. Ну, хотя есть люди, которые говорят, типа, нет вот сейчас нам. Вот. На самом деле есть очень много вариантов там, да? Если, там, есть тот же Ford Focus, который вполне, там, современный. И он, вот, человек хочет, конечно, там, для неспешной езды, потому что они по моторчикам не очень. Но у них очень приятные шасси у Focus. И, там, если бы я хотел покупать недорогую машину, которая все-таки дает тебе европейское ощущение от управления, да? То, там, например, там, это Focus. Вариантов-то масса. Тут надо, как бы, уточнить, пожалуйста. Понятно. Актион. Актион. Актион, да, Саньян. Ага. Хочу взять полный привод супруги на автомате. Вот мне не интересует ваше. Ну, вы же уложитесь где-то даже дешевле миллиона, да? Ну да, но я хочу вот взять и полный фарш, как бы, чтобы что там в нем было. Вот, по-моему, цена небольшая. Ну, да. Полный фарш в Актионе. Полный Актион фарша. Нет, ну, на самом деле, машинка не такая, как бы, не такая плохая. Нормальная машинка. Там внутри от Мерседеса, по-моему. Нет, это уже новая их собственная разработка. Они ее делали, с трудом доделали, потому что они же банкротились. Так. Там им владел китайский концерн Sike. Sike, да, он, значит, китайцы их кинули, когда были финансовые трудности и так далее. Но все-таки они там с государственной помощью правительство Южной Кореи предоставило там ТТП. Они доделали эту машину. Машина неплохая. Если есть жесткое ограничение, вот хочется вот такой полный привод, автомат, не дороже миллиона и так далее, то вариантов-то не так много. Потому что все остальное будет подороже. Варианты или Duster. Которого нет на автомате, на полном приводе пока. И он только появится вот сейчас осенью. Но там будет автомат не очень хороший, четырехступенчатый. Ну да, или вот Акцион. Ну, почему бы нет? Машина неплохая. Я бы лично ее не взял. Я бы постарался бы, может быть, там залезть в кредит и так далее. И подняться чуть повыше, вот, до тех же корейцев и так далее. В смысле, ну, корейцев это тоже кореец. Но тех корейцев, которые не банкрутились, в смысле. Все понятно. Да и жена счастливее будет. Друзья, пауза небольшая. Хочу продать свою Мазду 6 2008 года и купить G для зимы. Бюджет 600-700 тысяч. Посоветуйте что-нибудь, что можно будет продать после зимы с минимальной потерей. Toyota RAV4. Это все. Это автомобиль, который вы покупаете, ездите и продаете дороже. Да. Удивительно высокая перепродажная стоимость у этих машин. Но их угоняют. Ну, как угоняют? Да вот так. Вот у меня вот в прошлой семье не угнали, нет, ничего. Нет, просто на днях у кого-то из друзей. Я прямо из дома подошел. Ну, Мазду 6, кстати, тоже угоняют. Один из самых. На камере прямо видно. Подошел человек с какой-то коробочкой, приложил ее. Ну да. Что-то пикнуло, человек сел и спокойно уехал. Вот сейчас ищут, свищут, страховки не было, само собой. А в автосервисе прям подается коробочка для RAV4. Honda CR-V, предположим, да, которые угоняют меньше. Тут вот, ну вот, я бы смотрел на японцев. Да, вот этих вот. Так, добрый вечер. Что выбрать для красивой езды по городу? Toyota Camry 3.5 2007, Nissan Tiana 2005-2006 или Hyundai NF 2008-2009 годов? Camry, Camry. Вот из этих трех, вот в те годы и Hyundai NF уступал всем. И Tiana первых выпусков тоже там как-то, да, были проблемки. Потом они подобрались, и Tiana уже позднейшая прекрасно на уровне. Но вот из тех машин однозначно Camry. Добрый вечер, знакомые продают Volvo C30 2008 года, пробег 38 тысяч, не скрученный, состояние отличное, но мотор 1.6. Цена 500 тысяч, прокомментируйте, пожалуйста. Ну что, нормально. Это абсолютно красивая машинка для одинокого человека или для пары, да, это же маленькая машинка сзади, вообще не с ней сядешь, там багажничек такой маленький. Но это красивое достаточно, тем более если такой пробег. А 1.6 не мало для него? У него же прям специально какая-то версия была в свое время такая заряженная. Это же фокус. Ну куда? Фокусу 1.6, ну как мало, но в зависимости от того, что вы ждете от машины. Если вы хотите драйва, то, конечно же, вам не хватит. Для неспешной езды вполне. Леонид, кто решил, что Camry это бизнес-седан? Это же авто для американских домохозяек. Маркетологи стыд потеряли? Ну слушайте, вот знаете, каков бизнес, такой и ланч, что называется, да? Ну вот у нас это бизнес. И на самом деле я тут что-то вот рассуждал про то, давал комментарий по поводу инициативы ограничить цену государственных машин, которые закупаются для чиновников, порогом в миллион триста. Или там в полтора миллиона. В полтора миллиона. Я говорил, что, ребят, вот как мне кажется, вот чиновник не должен ездить на роскошном автомобиле. Не должен. А Camry в топ-версии с мотором V6, с ионизатором воздуха, с кожаным салоном. Ну если вы скажете, что это не роскошь, вот ионизатор воздуха, например, и так далее, да? И там изменяемая геометрия заднего сиденья. Ну что, это роскошь или нет? Роскошь, конечно. Конечно, какая роскошь. А сколько стоит такая? Вот как ты сейчас описал. Миллион четыреста чем-то. Она укладывается в полтора миллиона. Ничего себе. Конечно. Это большая машина. Это большая роскошь. Да, просто, естественно, Америка вообще страна, ну так получилось, да, это страна, Америка, огромная страна, там большие машины, большие дома, там и так далее, там другое понятие о роскоши. И Camry, это же, в принципе, одно время и долгое время, это вообще был абсолютный бестселлер среди всех машин, да, там первое место Camry, второе, там, пикапы Ford F-серии. То есть там действительно эта машина и для домохозяек, и для, там, совершенно среднего класса, там ее как бизнес не воспринимают. Но мне кажется, у нас это да. Что Camry, что Tiana, вот эти вот машины. Абсолютно точно. А наши чиновники говорят, разве я могу ездить на машине для американских домохозяев? Да, как это можно? Да. Так, Toyota Verso. Что это? Стоит ли брать новое или такого же плана и такую же цену? 950 тысяч рублей. Сергей, спасибо. Это компакт-венчик. Я бы посмотрел все-таки на какие-то другие варианты, там, на... Ну вот, насчет Chevrolet Orlando. Я собираюсь, я сам еще не ездил на Orlando. Я попробую. Вот скоро обязательно, вот на днях прямо опробую. Скажу, но, например, тот же Volkswagen Touran, да, мне кажется, мне кажется интереснее. А это вот называется компакт-вен, да? Вот то, что вот Mercedes B180, да, это вот они издалось? Да, 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 абсолютно. Все понятно. Алло. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Умгер, город Одинцово, 25 лет. Интересует вопрос такой, вот новая машина, Nissan Tiana полный привод 2.5, либо Mazda 6 новая, которая вот из 2013 года вошла, 150 лошадей. А что лучше, вот как считаете? А что нужно? Что ждете от машины? Необходимый комфорт, чтобы машина ехала и тормозила. Ну вот и, конечно же, тоже внешний вид очень влияет. Ну, я бы выбрал Tiana, потому что она, то есть Mazda неплохо едет, но, скажем, с двухлитровым мотором, все-таки двухлитрового мотора для Mazda 6 маловато. И по комфорту, все-таки, это Mazda, они сделали большой шаг вперед, но она все равно осталась Mazda, и в том смысле, что она жестковата и шумновата. А Tiana изначально более комфортабельна, но плюс полный привод. Это очень существенно. Так что вот. Выбирайте. Да. Так, Дмитрий из Москвы пишет. Леонид, здравствуйте, планирую брать ML 350 2005 года. Слышал, читал, что проблемы с движками 272-ми. Ваше мнение? Не помню. Вот конкретно по 272-м не помню. Вот мой совет, когда конкретно есть какой-то вопрос, да, вот хотите покупать такой автомобиль с таким двигателем, заезжайте в сервис, лучше не к официалам, потому что официалам вам ничего не скажут. Ну, конечно. Да, а вот в такой хорошей, выросшей из гаражного, который специализируется на этих машинах, они расскажут все. И причем даже посоветуют, да, потому что есть какие-то вещи, потому что, ну, увы, идеала-то, к сожалению, нет. У всех автомобилей те или иные проблемы. Просто, когда ты готов, когда тебе нравится автомобиль, и ты знаешь, к чему быть готовым, и ты уже отложил заранее, там, да, ты скажешь, предложим, ты знаешь, да, что вытягивается цепь, например, да, ты знаешь, когда это может случиться, там, да, что сделать, там, да, заранее, там, заехать, там, поменять, там, натяжитель, успокоитель, там, бла-бла-бла. Лучше быть к этому готовым и это сделать. Но сама машина будет тебя радовать. Вот мне кажется, с ML это такая ситуация, потому что в целом автомобиль хороший. Вот еще срочно, тогда и быстро. Леонид Инсигния или Оптима? Инсигния, наверное, хотя это зависит от конкретно, да, какая. Какая? А уже все, видимо, из этих двух... Так как написали срочно, видимо, у меня перед носом стояли они. Хотя, почему бы не Мазда 6, например? Какую мне увезти машину? Вот я стою перед подъездом, Инсигнию или Оптиму? Пожалуйста, Диско 4 или Гранд Чироки? Новая оба дизель, что интереснее? Крузак не предлагать, кастрюля. Спасибо, Павел. Диско, все-таки диско. Диско 4? Да, все-таки хорошая. Крузак, кастрюля? Ну, я поспорю. Ну, да, вот именно, да. Нет, ну, в смысле, такая большая кастрюля, конечно. Большая. Папостная. С красной кровью. На большую семью. Да. Так, 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 что-нибудь последнее. Чтобы еще, да, успел. Вот, есть 1,2 миллиона, засмотрелся на Lexus GS300 2009 года, рестайлинговый. Или новый Accord Accord, или новый Honda Accord, может, новая Mazda 6, не могу определиться, что выбрать. Вот Accord, вот из этого всего, вот я бы выбрал Accord. Accord, однозначно. Да, он подешевле Mazda, но, как мне кажется, я еще сам не ездил, но, как мне кажется, и по отзывам коллег, он лучше. Что можно сказать о новом дизеле, который ставит на Гранд-Чироке ВК-2, WK-2? Прям 5 минут тебе. 5 минут? Ой, 5 секунд. На Гранд-Чироке, это же, там ставят этот самый итальянский дизель в М-моторе. Нормальный, нормальный дизель. Вот, на этом мы закончили. Спасибо большое, Леонид. Уважаемые слушатели, до завтра. Прощаемся с вами. До завтра, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова